Приветствую вас, Екатерина. Ну, посмотрите. Вообще, тема достаточно деликатная, я бы сказал, по той причине, что секс, девственность, это достаточно любимые такие личные вещи, и как и тело является исключительно православным. У вас есть такое завышенное по важности отношение, восприятие секса и девственности, а также есть явные устаревшие представления о семье и о браке. Вместе с тем вы хотите семью и хотите мужа, хотите брак. И очень важно понимать зачем, очень важно понимать для чего вам это, очень важно понимать какую свою проблему вы хотите решить. Таким образом, таких-таким способом и так далее. Потому что в данном случае вам это очень сильно мешает. По сути, можно говорить о том, что в вполне естественное состояние, например, влюбленности, состояние, например, сексуального желания. Вы привносите слишком много своих других потребностей, не связанных с тем, о чем идет речь. По сути. К сожалению. И задача, задача, в первую очередь разгрузить, вот вашу потребность. Понимаете? Какая штука? Именно разгрузить. Вот. И соответственно, соответственно, это и есть, значит, ну, задача психотерапии, которой вам нужно, значит, заниматься. Вот. Дальше идем. Поработать со страхами, с личными границами, с установками негативными. Вот. Вполне возможно с детско-родительскими отношениями. Откуда у вас вот эти вот достаточно такие жесткие установки относительно и секса относительно, и брака, и так далее. Ну, конечно, самое главное, это такой личный рост, пересмотр ваших приоритетов, присмотр ваших задач, ваших целей. Вот. Потому что сейчас ваши цели и задачи не совсем корректны. Они включают в себя обязательно супруга, обязательно мужа. Вот. И, с одной стороны, это естественное желание. Каждый из нас хочет, ну, отношений, но этому вы продаете, очевидно, значение слишком большое, что вам им мешает. Вот. Соответственно, снизить это и пересмотреть ваши приоритеты является основной задачей психотерапии, которой вам необходимо заняться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.